С сегодняшнего дня заслуженный архитектор России Алексей Герасимов обладатель личного фонда в Российском государственном архиве. Именно так здесь решили отпраздновать профессиональный праздник. Дворец бракосочетаний, теремок, станция метро Победа, жилые дома, сотни зданий были спроектированы Алексеем Герасимовым. Наибольшую гордость вызывает вот это здание на полевой, у которого не только сложное название. Зональный вычислительный центр объединенного диспетчерского управления энергосистемами Средней Волги. Но и непростая архитектура. Серьезные здания запроектировать очень сложно. Это сложнейшая конструкция, особенно этот вычислительный центр. Туда сначала все отпихивались от этого дела. Прям молились Богу, чтобы меня зарубили в Москве на Согласовянии. Потому что сложно проектировать. Мы проектировали, срывали сроки, выговора, 5-е, 10-е, потому что все чертилось вручную. 10 марта не случайна дата архивариусов. Именно в этот день, в 1720 году, Петр I подписал указ о том, что нужно письма прилежно собирать, реестры чинить, листы перемечивать. Очень много фактов, когда при жизни человек не оценивает, ну что, я еще живу, документы со мной. А вот потом куда-нибудь случается так, что не всегда родственники, не всегда коллеги на производственном каком-то оценивают личность того или иного человека. Оценивают тот вклад, который он сделал в своей отрасли. И зачастую, вот мы сейчас разговаривали с коллегами Алексеем Николаевичем, документы уничтожены, документы погибли. Чтобы этого не случилось, мы, конечно, будем собирать фонд. В экспозиции представлены не только эскизы и чертежи Алексея Герасимова, но и фотоработы. Пейзажи Самарского края, Карелии, Узбекистана и Казахстана. Выставка продлится до 10 апреля. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.